Санка бывает когда-то... Вот телефон показывает, что у меня память осталась на 49 минут. Это все из-за чего? То, что детей своих снимали и... Потому что у самых красивых мой... Моя внутика. Привет, привет, мои хорошие. Вторая часть вопроса-ответы. На что сможем ответить? Ответим. Так, мамуль. Да, да. Говорите. Что самое главное в воспитании детей? Ваш основной принцип воспитания. Это я это спрашивала? Спрашивала. Да, я уже отвечала. Да? Да. Здравствуйте. Как ваша мама называет ваших деток? Многие бабушки придумывают ласковые прозвища своим внукам. Вот у нее отрышка наконец вышла. Одна только? Да, дети поели, у меня отрышки не было. Так, есть ли прозвище? Как ты называешь? Нету никаких прозвищ у меня. Ее по имени? Ее Зухласька. Его тоже по имени. Его Асланчик. Ее Ангелочек. Принцесса Ангелочек. Да, нежная, ласковая, вредная, пушинка, все. Она не вредная. Вредная. Все, я его называю богатырь, потом мужественный, потом умный. Ну, это как называют нежные, ласковые слова, которые говорят, да. Ничего такого особенного нет. Так. Я ей говорю. Херенай. Халимай. Хасратай. Почему она херенос? Потому что это самое нежное, нежное. Хруэн. Хруэнчик мой. Ангелочек мой. Ангелочек. Ой, сейчас она начинает переносать. Иди, Иди. 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 Будем смотреть. На стулья буду снимать. Вопрос с мамой. Вот так, давай, давай, давай. Вот так. Если не корректны, прошу прощения. Будучи остаться одной. Как маме удалось вырастить и воспитать таких прекрасных твоих деток, будь второго момента. Когда ты одна осталась, мы уже большие были, поэтому, когда попал нам не сколько было, 24, так что мы уже были большие, так, что мама думает о своем турецком зяте, вопрос, нравится характер или нет, ты уже отвечала, можно сказать, на этот вопрос, потому что мы не будем во втором повторяться? Че мама там делает? Че мама делает там? Че делает? Так, привет, Фатимыч, по вопросу мамули, скажите, пожалуйста, как вы планируете свой день, чтобы все успеть? У вас всегда чисто, всегда вкусняшки на столе, и еще два прекрасных, милейших младенца, ну, или четыре. Ну, да, у нас двоих еще пробили. Да, вот. Это шутка. А если серьезно, как вы все это успеваете? Ну, как успеваете? А что, это много, что ли? Я выросла. Ну, нет, я выросла. Я выросла в такой семье, у нас было шестеро. Да, она была старше. Я была старшей, так что у нас планировки, у нас отец, да, планировал, папа говорил, вот это, это, это делает, это, мальчик это будет делать, девочка это будет делать, так говорил нам, вот такую работу выполнять я, и уходил на работу, и мама тоже у нас работала. Сейчас я отключу это, у нас тут у нас. Так у нас времени такое не было. Ты громче разговаривала, чтобы тебя слышно. Орать надо, да? Не, громко надо орать, потому что они жалуются, что не слышно бывает. Да. Да. И вот так мы выросли, и вот так. А у меня такого распорядка дня не бывает. Все, что успею. Ну, каждый день уборку здесь же не приходится же делать, просто все сразу на места кладешь, и порядок сохраняется. Что? Скажи, что это не так. Порядок сохраняется. Конечно. Все на месте. Так. Что там он идет? На, вот на это смотри. На. Здравствуйте, хотела бы ваша мама подружиться со свахой. Думаю, им было бы очень интересно увидеться, несмотря на то, что не понимают друг друга. Они бы нашли бы общий язык. Ну, ой, слышала что-то. Со свахой подружиться? Да. Нашла бы общий язык? Да. Я со всеми найду общий язык. Конечно. Почему я не подружусь? Что они мне враги, что ли? Подружишься, когда прилетишь, да? Конечно, подружусь. Привет из Алматы. Вопрос с маме. Скажите, пожалуйста, какая Фатимочка была ребенком? Принципиальная. Вот такая. Еще утертая, упертая была. Ну, так как она родилась в год козы, я и оставляла, что она такая и должна быть. Но она была честная, правдивая. Почему не была? Я так и осталась. Ну, так и осталась, наверное. Я не знаю, в дальнейшем, как у тебя. Ну, вот это все ей мешало в жизни. Ну, вот совесть моя честная. Ну, вот совесть, честно, она могла сказать правду, резать правду матку. Ну, поэтому. А так, честный человек, да. Как ее отец спокойный, у меня отчурел. Он тоже такой же честный был. Ну, его уважали. Ее тоже уважают все. Ну, вообще, честные люди. Вообще, мы очень хорошие. Белые пушистые. Белые пушистые. У нас нету изъянов, да? Просто болеем немножко. Понятно. Так. Вы все наши девочки, которые здесь мудрец, мудрец, мудрец. Посмотри. Вопрос с мамой, воспитавшей очень мудрую дочь. Это про меня. Ты что, старая, чтобы мудрой быть, да? А что, мудрость-то как у старых бывает? Конечно, мудрость дается, чем взрослее человек, тем мудрость. У меня же уже не 20 лет, мама, наверное, за этот багаж жизни, на котором у меня какая-то мудрость должна была накопиться. Ну, это же нахи. Ты только-только начинаешь жить. Нет, этот этап в жизни, который у меня есть, конечно, только-только я прохожу. Но жить-то я не долго когда-то начинаю. Да. Как вы считаете, в чем заключается мудрость женщины? Какой должна быть женщина? Спасибо. На этот вопрос я не смогу ответить, пускай она сама отвечает. Так это тебе вопрос. Я на такие вопросы сегодня раз уже отвечала. Ну, а что им тогда еще надо? А тебя хотят, что у меня мудрость женщины? Ну, дагестская мудрость. Все-таки у дагестанской, у восточной женщины, мусульманской поведение, мудрость по-другому расценивать. У славянок, наверное, по-другому. Нет, почему? Одинаково. Нет. У славянок и у дагестанок какая разница? Сохранение очагов. Сохранение очагов, да. Цель одна, но путь разный. Почему быть разный? Потому что мужчины у нас разные по характеру. Наши мужчины и женщины тоже разные. Наши женщины более терпеливые. Ну, в общей статистики да, но я себя туда не отношу. Ну, ты, конечно, у нас особый. Мама, 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 мама. Она думает, что это мама говорит? Что это мама говорит? Мама тает лишнее. Ее голову поддерживает. Она еще до конца не держит у нас голову. Нормально она держит голову. Вот так. Поддерживать надо. Нет, я не поддерживаю ее. Когда хочет она держит. Когда не хочет, то так болтается. Машалла, машалла. Все будет у нее хорошо. Для нее это супер достижение. Для ребенка, который родился весом килограмм. Маленькая. Всякие комментарии, какие пишут. Бабушке не нравится на нее комментарии, какие пишут. Она обливает. Улыбаемся и машем. А что? Это же ангелотик. Всем назло растем красивыми и здоровыми. Ангелотик маленький. Мы же никого ничего не просим. А надо просить. Нет, мы ничего не просим. Он скоро начнет просить. Мы ничего не просим. Пожалуйста, только о чем? Мы хорошенькие, мы здоровенькие. У нас все будет хорошо. Несалла. У нас и так все хорошо, а будет еще лучше. Несалла будет. Так, на чем мы остановились? Про мудрость женщины. Ну, мама не отвечает на такие вопросы. Она уходит, так знаете, скользко. Так, так, так. Здравствуйте. Мама, наверное, будет скучать по внукам. Не хочет ли она на первое время полететь с вами? Конечно, хочу. А что тебе мешает? Паспорт не сделала. Сделаю их. Полечу. Наверное, летом. Во-первых, нет паспорта у нее на данный момент. Во-вторых, у меня есть еще младший брат. Его одного не оставишь. Его скоро женит мама вторично. И тогда, я надеюсь, она к нам прилетит. Ну, посмотрите на нее. Ну, что я говорю, как есть. Иншалла. Опять поездить и в Маму, и в Мир. Какое образование, работали по специальности. Это все было уже. Три совета по воспитанию детей. Только три, оглядываясь назад, имея опыт. По воспитанию детей? Да. Ну, как во-вторых, с детьми надо быть честными. Никогда нельзя им обещать, никогда нельзя им обещать того, что ты не можешь выполнить. Ни в какой ситуации. Ты знаешь, я что помню еще с детства, что ты нам обещала? Ага. Когда я еще маленькая, наверное, лет 7 было, потому что мы жили на Агасиево. Да, в первом классе, наверное, была. Еще тогда, я помню, ты нам обещала, что нас повезешь в Баку. А для чего это Баку? Я не помню, по телевизору показывали Баку, вот эти вот узоры всякие какие-то там были на стенах, такие красивые здания были. И ты говорила, это Баку, я вас туда повезу. А раньше можно было ездить, раньше было в советское время. Да, вот так я и выросла желанием. До сих пор у меня желание осталось посетить Баку. Может, я забыла, я вас повезла бы туда, но и... Забыла. Бабуля забыла. Вот так вот. А я бы, что вы сказали, Бабуля? Честными еще что, мама? Три совета уже. Там два я дала, честными надо быть с детьми, да? Один ты дала. Обещание нельзя давать, да? Ну так это одно и то же. А, нет, правильно, надо быть честными и нельзя обещать зря. Ну, с детьми надо как со своими ровесниками общаться. На равных. На равных, да. Они вот не таком, как будто ты хозяин, а они твои эти. Или ты имеешь на них права. Так надо, но так не получается. Ну, не то, что не получается, просто надо так. Так, если они хотят по-своему, то пускай делают. Но ты скажи свое мнение, выскажись. Ну, если хотят, они выберут, какой хотят свой быть. Да. Не правда, что ли? Все равно каждый человек учится на своих ошибках. На чужих ошибках никто не учится в этой жизни. Хоть говорят, умные учатся на чужих ошибках, дурак на своих, но нет таких людей, которые учатся на чужих ошибках. Так, идем дальше. Патья, как приятно, имя льется из уст, как солнышко, но речь сейчас о мамочке. Выросли или детки, дочка живет в другой стране, сынок тоже будет со своей женщиной, рано или поздно. А мама красавица, почему она не хочет устроить свою личную жизнь и прожить с любимым мужчиной, который бы холил и лелеял ее? Может, это слишком личный вопрос заранее, прошу прощения. Кто это там был? Кто-то сватывается ко мне, да? Вера Клинова спрашивает, мы поставим их подписчик. Ой, ну, я своего уже похоронила. Я отвечу, как на самом деле. Что правду сейчас скажу? Успокойся ты. А что, сватывался же человек, ждал, ждал, не дождался, пока я в старое дело выйду замуж, не дождался, бедный. Он тоже... Глупость не болтай, да я тебя прошу, это срежет. А что сейчас, правду говорю? Нет, это неправда. Почему? Не надо, это глупость всякая. Не глупость? Я не собиралась. И так же человек сватался. Да, и не замуж, я с жизни не вышла бы. Вот, и вышла бы или нет, это другой вопрос. Я говорю, а то, что человек ждал. Да. Она его просто футболила теми, говорила, что дочка не замужем, не могу выйти. Да-да, так и было. В старости лет чужие трусы стирать не хочется? Я тебе отвечу сейчас. Ну, сейчас, наверное, тогда, что не была... Тогда? 50 лет? Ну, да. Что, 50 лет женщина старая, что ли? Старая, конечно. Ты хочешь считать, что через 10 лет я буду старая? Нет, ты, конечно, будешь молодой. Но у меня в 40 лет уже была ты 20-летняя. И что? А у тебя сейчас только они... Вот когда тебе будет 60, а им будет по 20 лет, ты себя будешь считать 40-летней. Так и будет. Выпыталась. Мой-мой-мой-мой-мой-мой-мой-мой-мой-мой. Сколько лет вашему сыну и чем он занимается? Данику сколько лет? Даник молодой. 33 года ему было. Молодой парень, да. 33 года был. Чем же они занимаются? Чем же, чем и все ребята в Дагестане практически ничем. Практически ничем не занимаются. У нас нет работы. Да, все пенсионеры. Все пенсионеры. Обманывают. Да. Так, вы говорили, ваша мама знает кумыске. Мой вопрос откуда? Заранее спасибо за ответ. Всего доброго. Это Дагестанка, что ли? Магомед Саид Табдуев. Ну, женщина, скорее всего, под этим. Ну, я жила в детстве. У нас есть поселок Кахулай. Там жили мои родители. Там купили они дом. Там мы жили долго. Я там училась в школе в Альбуре-Кельте. Рядом с нами был Тарки Тау. Внизу был узбек городок. Так что кумыскский язык я знаю, потому что жила среди кумыка и училась с ними. У меня очень много знакомых. И бабуля знает. И бабуля, и бабушка, и моя мама тоже знают кумыскский язык. Он очень легкий. Там ничего трудного нет. И мне очень нравятся кумыки. И мне очень нравятся кумыки. Они очень хорошие люди. Они культурный народ. В каждой национальности есть культурный? Ну, не знаю. Мы в Кахулай, когда переехали, они же наземные. А мы же, да, они равменные. А мы же горские, горные. Нас звали Таулула. А мне так обидно было от этого слова. Таулу, когда говорили. А когда по взрослым... Но ты же не горская, ты же родилась в Гурадзе. Я родилась в селе, а мы переехали в город. Когда мне было год, даже годика не было. А, да, я все думала, что ты слышишь. Нет, я в селе родилась. Так. Вопрос маме. Вы пользуетесь какими-либо уходовыми средствами? Это что? Кремы какие-нибудь. Убила. Это есть у меня один крем. Нет, нет, я покупаю вот всякие вот... Там есть у меня один крем, который я купила. Уход дневной и ночной. Как-то он называется, этот крем. Чистая линия. Я не пользуюсь им. Я раньше, когда жила здесь, покупала ее крем. Она не покупала, дорогие крема. Серию покупала. А знаете, на пять лет ей хватало. Похоже, срок проходил. У меня там давы тоже что-то испортились. Я не пользуюсь. Так, вопрос к маме. Смотрит ли она ваш канал? И как проходил переходный возраст у вашей дочери? Канал смотрит, конечно. Да, в последнее время я смотрю ее канал. Конечно. Первое время она даже не знала о существовании канала. Нет. Кто тебе сказала? Я же не говорила. Кто-то мне, мне племяннику и сказала. Я вообще никому не говорила, что у меня есть канал, посмотрите. Или что-то. Тихо-молча вела свой канал. Как проходил мой переходный возраст? Ну, я не знаю. Особенно у нас же переходный возраст, как проходят, у нас на этом же не зацикливается. У нас какого нет. У нас не зацикливается на этом. Как проходил, как должно проходить. Даже незаметно он прошел у тебя. Ну, так. Она быстро так повзрослела. Она очень красивая девочка была. Была мне в ее время? Ну, в 13-14 лет же это переходный возраст. Ну, я взрослая выглядела. Ты взрослая выглядела, сразу повзрослела. Ну, ты одевала меня как взрослую тетку. Ну, и не тетку я тебя одевала. Ну, ты вещи, которые только вышли, она мне покупала. Меня со школы домой отправляли переодеваться. Ну, потому что единственная девочка была. Так, здравствуйте. Вопрос к вашей маме. Не переживает ли ваша мамочка, что вы так далеко уехали, что внуки будут расти в другой стране, в другой культуре? Культура, в принципе, я не сказала, что прям другая. Менталитет немножко другой. Я не переживаю. Я самое главное, чтобы моим внукам и моей дочке им было хорошо. Да. Чтобы у них на душе было спокойно, чтобы они могли друг друга. И чтобы у меня на душе будет спокойнее, если им будет жить хорошо. Если им материально, и морально, и физически им будет хорошо, и болеть не будет, все будет, я не буду переживать. А какая разница, если они будут здесь рядом со мной, и они будут, ну, такая, если неблагополучно, что-то будет, конечно, буду переживать, разницы нет. Если один. А так, алхамдуллях, у них все будет хорошо. Не переживай. А так, если захочу, сейчас можно на самолете туда полететь, сюда прилететь. Да. Ну, и с чего, зять билет купит? Да. Зять купит билет. Конечно, купит. Я только на своем купила. Здравствуйте. Почему ваш сын до сих пор не привел в дом сноху? Ну, там уже ответили, что саморазвод. Ну, да, ответили, да? Да, да, да. Приводил сноху в дом. Дай сюда девочку. Делали свадьбу, хорошая была свадьба тоже. Они не сошли с характерами. Не сошли с характерами, да. У каждого свой характер. Они тоже общались все, понравились друг другу. Так. Тут уже повторяются, повторяются вопросы. Одни, те же вопросы? Нет, в основном скажи, не, и все, это пускай для всех. Я что здесь вам? Одно и то же. Комментарий много давала, что ли? Это я еле согласилась. Это что такое с твоей бабушкой они утворяют, да? А потом будут обсуждать твою бабулю. Обсуждать будут. Тут, 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 обсуждать будут. Скажут. Ваша бабуля не такая неграмотная, так говорила, так сказала, так рот открыла. Неграмотная. Ну, скажут же так. Ну, скажут, не так открыла рот, не так то, что сказала. Ой, господи. А мы, дядя, чекучего. Ты были более усталые, да, уже усталые? Скажут, нравится ли вашей маме турецкая кухня? Готовит ли она какие-нибудь дну, да? Готовит, по-моему, ты вообще без турецкой кухни ничего не готовишь? Турецкой кухни, конечно, я не готовлю. Я и не умею-то его готовить. Ну, а любить я очень люблю турецкую кухню. Она мне очень нравится. Я когда бывала в Турции, тоже очень нравится. Она очень нравится. То, что не нравится, мне их не шашлык не нравится. Они не умеют готовить шашлык. Да, они не умеют на самом деле. А остальные вот эти долмашки, всякие, это всё, они очень нравятся. Технично так ушла. Где ее соска? Соска у братика. А там другая. Не закончите ваши вопросы еще? Тут я сейчас еще один задам. Спасибо, я случайно набрала на ваш канал. Очень мне понравился. Видео с вашей мамой очень приятное. У нее всегда мудрые высказывания и в точку. Вопрос у меня такой. Это что, мы еще по прямому эфире, да? Нет. Вопрос у меня такой. Как ваша мама и папа выбирали вам и вашему брату имена? Извините, но брата не знаю, как зовут. Как выбирали? Папа с мамой выбирали имена. Папа был в армии, когда родилась. Первую дочку, конечно, мы тогда еще решили назвать Патима. Потому что у нас в тагестанской семье. Если первая рождается девочка, зовут имя Патима. Это зачастую. Да. Хотя у него и сестра была Патима. И есть она сейчас тоже. Назвали ее Патима. Не вызвала она? Вот так. Нет. Не понравилось. Не захотела. Почему ты не взял? Она не хочет, наверное. А эти... Это доктор Браунский соски моим детям не понравились. А эти? А ну-ка, я тоже. Идя, идя, идя. Идя. Нет, она даже не берет ее. Не хочет. У нее есть одна нуковская соска, которую она любит. Честно, она у брата. Братишка как никогда соску взяла. Ну, наверное, все. Я сейчас просмотрю. И что-то интересное будет. Будете ли наряжать елочку для Асланчика и Зехры? Понимаю, что еще маленький к нам. Это, видимо, ко мне вопрос. Да, буду. Ну, противоречит ли это вашей религии? Противоречит, но я человек такой, который полностью не поддерживает чего-то, придерживает чего-то. Нет, но я не считаю, что украшение елки не что-то такое, прям, которое идет против Всевышнего. Мы украшаем елочку для маленьких детей, чтобы они порадовались. Для меня елка – это всего лишь зеленое дерево с улицы, которое мы принесли домой и украсим. Точно так же, как цветы, которые мы с рвами и приносим домой. Ничего такого для меня эта елка не представляет. Так, в принципе, нет такого… Ничего уж нет, мама. Можно сказать, она все вопросы ответила, стойко держала. Да, вы что ли? Да. Слушай, она плачет. Ей уже надоело. Ну, спасибо за внимание. Конечно, что меня закрылась. Послушали. До свидания. Всех с Новым годом. Я уже поздравляла. Да? Ну да. Вот и все. Спасибо. Все, пойдем. Всем пока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok